виталий приветствую тебя традиционный эфир для вторника как всегда обсуждаем рынке говорим о технических особенностях если есть какие-то интересные паттерны о фундаментальном фоне все это мы делаем для того чтобы наши подписчики имели больше информации для принятия торговых решений эта неделя точно не позволит нам скучать мы даже уже по ее началу видим то что волатильность существенно выше средних уровней многие инструменты обновляют в зависимости от того как они торгуются какие-то локальные максимумы какие-то локальные минимумы мы видим продолжение тренда на ослабление позиции американского доллара ну и конечно же этим пользуются сейчас рисковые инструменты причем самое интересное что рынок все-таки нашел причину для ослабления долларов в пятничных данных по non-farm pearls мы помним если анализировать там отдельные компоненты да возможно даже не стоит сейчас забивать голову фактическими цифрами но если кому интересно отмечу что пресс новых рабочих мест в июне было 209 тысяч это хуже чем два месяца назад на показатель был выше 300 тысяч и многие увидели в этом признак охлаждения американского рынка труда если сейчас была бы возможность посмотреть на график того как изменялся показатель количество новых рабочих мест туда это 209 тысяч минимальный показатель больше чем за год и наверное спорить не нужно то что но не все прям замечательно складывается в этом секторе американской экономики я также обратил внимание еще на темпы роста зарплат которые остаются в районе четырех и четырех процентов если анализировать годовой показатель и опять же это значение которое не меняется три месяца подряд но в целом я не делаю сейчас отсылку на то что показатель прошлого месяца был слегка скорректирован я просто вчера проводил вебинар и помню очень хорошо график когда три месяца подряд показатель годового выражения держится на уровне 4 4 процента я сделал с такой субъективный вывод о том что он если не растут заработные платы значит не так уж и много предпосылок для сохранения инфляции какого-то устойчивого высокого уровня то есть я бы предположил даже что инфляция напротив будет дальше активно снижаться мы помним что в сша на в прошлом месяце точнее то что было в прошлом месяце мы узнаем уже завтра два месяца назад получается в мае инфляция была на отметке 4 процента и сейчас уже я думаю все посмотрели на прогнозы ожиданий ожидается что инфляция в прошлом месяце снизилась с четырех до трех одного процента да это серьезный спад и я надеюсь то что американский регулятор все-таки увидит вот эти вот сигналы которые поступают на рынок педали на связи да да я подумал что картинка чуть зависла 31 процент по инфляции я надеюсь то что предстоит ли фрс все-таки признает что прогресс есть повысить ставку в июле как это сейчас закладывается трейдерами наверное лучше повысить чтобы не провоцирует какую-то ненужную волатильность потому что на мой взгляд если они не повысить будет очень много вопросов почему бы не повысить неужели так не экономит да и наверное в июле повысит вероятность 90 процентов а вот будет ли это да но это уже заложено в рынок согласен будет ли еще повышение ставки вот это уже как бы действие которые мы будем в том числе с виталием обсуждать дальше я думаю что наверное нет если инфляция будет также неуклонно снижаться более больше оснований чтобы снова вернуться к статус-кво и больше не корректирует монетарную политику давай демонстрация экрана буквально несколько идей на которые хотелось бы сейчас сделать акцент индекс доллара текущей котировки 101 43 ну понятно что здесь очевидно развитие нисходящего ралли это четырехчасовой таймфрейм я раньше ориентировался на уровень 101-100 пунктов эти цели по-прежнему актуальны очень надеюсь рассчитываю что уже завтра после выхода данных по инфляции вот эта нисходящая динамика станет еще более выраженной соответственно индекс доллара приблизится к тем уровнем которые были обозначены поэтому я остаюсь медведем наши не доллара вижу кучу оснований чтобы пока что не рассматривать этот актив с точки зрения покупок во первых у нас буксующий рынка труда еще джанна хелин который возглавляет министерство финансов что-то там начинает снова говорить про рецессию сша ожидания по спаду инфляции и сомнения в том что фрс пойдет более чем на одно повышение подсветной ставки до конца этого года идеальные условия но по крайней мере для меня может быть так же как и для многих продавцов чтобы этот инструмент шортить дальше так на что еще хотел было обратить внимание на пару фунт доллар 1.2887 ранее я рекомендовал рассматривать фунт как актив который нужно смело покупать с целями 1.30 причем моя идея изначально была основана даже не на том что доллар будет активно слабеть и соответственно поддерживать рисковый инструмент у меня была идея основана на действиях банка англии в том что банк англии будет обязан дальше активно повышать ставку я все еще полагаю что он может снова пойти на следующем заседании на очередной шаг 50 байсных пунктов по росту ставки и это решение короткосрочно не оценивая последствия рецессии для британской экономики безусловно англия окажется в этой рецессии но пока что вот соблазн поторговать пунктом как инструментом с за которым стоит ключевая ставка цб возможно потенциально она станет самой высокой среди всех разных стран и вот этот вот легкий оттенок керри трейда из-за разницы процентных ставок на мой взгляд такая заманчивая идея чтобы поддержать этот лонг с целями 1.30 и не выше 1.30 вот нужно будет уже фиксироваться потому что я думаю что после теста такой такого психологического уровня рынок точно уйдет на какой-то период консолидации может быть даже последует и коррекционный откат по фунту можно действовать можно рисковать да это не самая лучшая тактика покупать активно многомесячных максимумах но на мой взгляд вот любая коррекция там в районе отметки 1.2850 примеру это хорошая точка перезайти или открыть позицию кто раньше не открывал и ждать тот уровень который обозначить и пару слов буквально про рынок нефти который как и рынок в целом бренда WTI как рисковые активы идеально сейчас используются условиями снижения курса американского доллара но среди факторов которые поддерживают рынок нефти помимо слабости доллара еще снижение запасов нефти сша сокращение предложения со стороны стран опек плюс здесь я особенно делаю акцент на саудовскую аравию и россию повышение отпускных цен для основных импортеров саудовской аравии такая гремучая смесь тоже идеальные условия чтобы пока что рынок был в траектории роста развивал восходящую динамику и закрепился уже далее выше 80 долларов за баррель снова напоминаю про цели сити и bank of america это 90 долларов за баррель но правда по конец года но при том росте которые мы видим сейчас буквально чуть больше недели назад бренд было в районе там 70 долларов за баррель а сейчас уже на 10 процентов выше поэтому 90 долларов мы можем увидеть очень даже легко и быстро так на этом все давай слово тебе передаю тогда так всех приветствую пройдемся по тем идеям которые я на прошлой неделе говорил дам свое видение рынка на текущую неделю будет пару таких идей среднесрочных посмотрим отработаются они или нет на протяжении ближайших нескольких месяцев и так напомню я прошлый прошлый вторник и всю прошлую неделю точнее с понедельника по четверг я был быком по доллару и плюс по другим активам там евро фунт золото но скажем утром пятницы я четко перевернулся по рынку потому что посмотрел как закрылся как закрылись некоторые инструменты они показывали что скорее всего что доллар больше не будет расти особенно меня скажем была такая основная подсказка это инструмент доллар франк он четверг закрылся под минимум дня и там тенденция выглядела что скорее всего франк будет укрепляться я снял был обзор специально утром не только что я там говорю что-то постфактум и так далее то есть я до четверга был говорю быком по доллару а вот в пятницу утром на своем youtube канале я снял обзор снял обзор так у меня экран почему-то потух давай я я вижу ты видишь я не вижу давай поставь на паузу я отключусь отключусь на одну минутку хорошо давай итак продолжим в четверг точнее пятницу утром я записал на своем канале обзор где дал конкретно торговые рекомендации на покупку евро доллара на шорт индекс доллара и на покупку золота плюс сделал повторный обзор рынка по всем инструментам и вот этот обзор рынка я загрузил также параллельно на youtube канал компания маркет то есть попросил чтобы скажем кто следить за мной была возможность скорректировать свои идеи поэтому мне очень очень повезло то что я перевернулся по по доллару я это очень сильно не люблю потому что бывает там сидишь сидишь в рынке рынок так замедляется ты уже смущаешь ну скажем не веришь в эту идею переворачивайся и она уходит по первоначальному плану поэтому вот здесь мне очень сильно повезло неплохо заработал на евро долларе лично ну и плюс своим ученикам подписчикам писал чтобы покупать эти все инструменты это что касается индекса доллара дальше в принципе кому интересно можете посмотреть мой обзор на youtube канале я там озвучивал идеи по евро доллару среднесрочный на очень сильный рост на локально мы вот эти цели 1 10 сделали но глобально по евро доллару я вижу рост в район 1 15 1 20 ну это там до конца текущего года возможно там плюс-минус да потому что у нас если вот это был импульс с прошлой осени и вот это все коррекционное движение то мы можем отрабатывать длину вот этого вот этой импульсной волны и уходить там район плюс-минус 1 20 на текущий момент каких-то новых точек хода по евро доллару я не вижу потому что мы достаточно прошли и здесь если будет какое-то накопление то можно будет работать по нему но мне есть идеи по другим инструментам давайте пройдемся натуральный газ прошлый раз я советовал покупать данный инструмент он показывал небольшой рост но потом дальше пошел на вынос на вынос уровня 260 вот я говорил я думаю что это как вариант вынос такая такая ловушка и мы дальше все-таки пойдем тестировать район 3 доллара по данному инструменту поэтому я бы советовал и дальше рассматривать на покупку плюс я бы хотел обратить внимание тех кто торгует рынок криптовалют работать на покупку по биткоину по эфиру здесь есть потенциал достаточно сильного роста у нас произошел напомню мощный импульс во второй половине июня этот импульс я неплохо спрогнозировал на своем youtube канале и сейчас происходит в этом импульсе консолидация которая говорит о том что скорее всего мы пойдем наверх поэтому выше 30000 я советую работать по биткоину на покупку с целью 35 возможно 40 тысяч по данному инструменту конечно не исключаю какие-то ловушки и скажем вынос области там 30 тысяч до плюс минус на более какую-то сложную коррекцию но кто там инвестирует и кто торгует в принципе я бы присмотрелся к покупкам на данных инструментов аналогичный эфир уровень поддержки ключевого 1820 хорошее накопление здесь потенциал в район 2 100 и выше там 2 2 500 возможно по данному инструменту поэтому на ближайшее время мне кажется рынок криптовалют будет расти конкретно биткоин эфир дальше по золоту аналогично напомню ранее был я медведем и в пятницу я перевернулся на покупателей вчера в принципе в своем обзоре на канале говорил покупать золото конечно здесь очень сложная картинка но мне кажется что золото будет расти в район на 2000 плюс минус да конечно может быть здесь и какой-то сюрприз по золоту так как видим этот инструмент реально отстает от всех инструментов вот даже сравнить тот же евро или там фунт доллар да которые там уже на своих максимумах которые практически были недавно а вот золото находится на своих минимумах поэтому этот фактор возможно и и сработает этот момент но все таки я вижу что золото будет расти в ближайшее время да потом что интересного еще могу сказать по фондовым индексам я очень сильный там глобально среднесрочный медведь по данным инструментом но не исключаю вариант что мы с текущих можем еще пойти обновлять локальные максимумы которые были в июне где-то в район там 4500-4550 плюс минус возможно 4600 по данным инструменту плюс читал сегодня отчет по офисным помещениям в нью-йорке то есть по рынку недвижимости там практически мы находимся на пике если брать даже город нью-йорк там манхэттен отдельный скажем такой район там пустые помещения на рекордах даже вот те рекорды которые были во время пандемии в двадцатом году сейчас мы даже выше то есть очень многие скажем пустые поэтому это говорит о том что экономика реально находится в плохом состоянии это многие индикаторы показывают об этом и я не вижу какого-то глобального потенциала на рост фондовых индексов ну и плюс видим что процентные ставки они достаточно высокие и находятся на этих уровнях уже давно и плюс они в ближайшее время не будут понижаться возможно где-то там осенью что-то скажут что будет замедление или понижение но даже если замедление это еще остается высокие ставки поэтому это негативно будет влиять на фондовый рынок вот как то вот так пока все у меня виталий спасибо большое за рекомендации еще раз напомню что на рынок перейдет еще больше в латине завтра отчет по инфляции который уточнить перспективы действий финансировал ну а мы уже соответствии с этим будем корректировать если будет необходимость уже наше видение рынка и ожидания по основным активам виталий тебе хорошего закрытия недели тоже если будешь торговать инфляцию прибыльных сделок кому я объясняю ты прекрасно знаешь что такое продвижение так и так далее спасибо что подключился нашел время обсудил со мной рынки хороших выходных и до скорых встреч пока всем удачи